Мы друг другу будем задавать каверсные вопросы. Теперь вопрос, 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 вопрос. Евгений Варяевич, скажите, пожалуйста, если вы видите больного с ревматоидным артритом, у которых неэффективна базисная терапия, с какого бы препарата вы начали? Начали бы вы лечение больного с тофоситениба или рассматривали бы блокаторы фактора некрозоопухоли или другие препараты? Вот ваше мнение, когда место тофоситениба в лечении ревматоидного артрита? Когда кому назначать? Наверное, кому? Первое, наверное, все-таки действительно, так вот на вскидку получается, что, во-первых, похоже, что очень неплохо с глюкокортикоидами, то есть те, кто уже сидят на глюкокортикоидах, это первая, так сказать, мысль. Вторая мысль, пациенты с ревматоидными узелками, тут у нас мы обсуждали уже, создается впечатление, что необычно высокая активность в отношении ревматоидных узелков, поэтому, так сказать, эти пациенты, наверное, предпочтительная группа с точки зрения эффективности. Ну, а все остальные, так сказать, здесь уже как раз вот те самые фармакоэкономика. То есть если у нас самый дешевый, а был такой период у нас, когда-то, кстати, тофоцетиниб был самый дешевый таргетный препарат для ревматоидного артерида, и тогда он у нас шел очень и очень активно. Но сейчас может измениться, если посмотрим. Ну, поскольку я транжира, фармакоэкономика меня не убедит. Теперь мой вопрос. Вот по герпесу, все-таки, так сказать, продолжим разговорчик. Вы там показали, что в Восточной Европе хорошо все. Но мне это трудно сказать, кто мы. То ли мы Европа, то ли мы Азия. По России там ничего, да, про Россию не нарисовано. Вот все-таки, так сказать, мы насколько вообще можем быть уверены, что у нас будет все хорошо с герпесом на нашей территории? Я думаю, что если мы хорошо собираем анамнез у пациента, и у него не было в анамнезе герпеса зостера, то я думаю, что мы совершенно спокойно можем использовать без какой-либо боязни данный препарат. Если же у больного был, да, тяжелый герпес, ну, наверное, таким больным не стоит это назначать, поскольку я знаю один случай в Москве, у больной, у которой был герпес, ей назначили тофоцетиниб, и она имела обострение этого. Поэтому я думаю, что здесь только четкий анамнез, и дальше ведение больных не может составить никакого труда. Ваш выстрел. Оскажите, пожалуйста, тогда, когда мы, допустим, у нас неэффективность блокатора фактора некрозообхоли, что бы Вы посоветовали? Переводить больного на... У нас же рекомендация переводить больного с другим механизмом действия. В данной ситуации Вы бы рассматривали тофоцетиниб, как какая линия? Тофоцетиниб, ретоксимаб и аботоцепт. Вот Ваше мнение. Что бы Вы назначали и какому типу пациентов? Ну, вот множественные неответчики, то есть те, которые не ответили, по крайней мере, на два класса, это определённая категория для тофоцетиниба, потому что другого такого у нас препарата нет. Все остальные понижаются. С каждым следующим неответом, так сказать, вероятность ответа по всем остальным препаратам понижается. В этом плане тофоцетиниб уникален. Видимо, какая-то перпендикулярность действия. После одного неответа на... После единственного неответа на ингибитор фактора некрозообхоля... Ну, во-первых, естественно, если это первичный неответчик, то есть если вторичный неответчик, там подозреваемая моногенность, лучше дать другой ингибитор фактора некрозообхоля. Это вчера ещё разбирали эту ситуацию, всё-таки полностью согласен. Вот, если это первичный неответчик на ингибитор фактора некрозообхоля, ну, курящему аботоцепт всё-таки, да. А если, так сказать, асеропозитивный некурящий, наверное, да, наверное, тофоцетиниб. Но просто ведь у нас в реальной клинической... Или токсимаб. Нет, просто у нас в реальной клинической практике. Вот конкретно у меня лично, да, была пациентка, у которой были неэффективны абсолютно все генно-инженерные биологические препараты. Она даже у нас снята на ролике. Когда она сидит, рыдает и говорит, не хочу я ваш токсимаб, мне на нём плохо. Эмброл я тоже не хочу, потому что тоже плохо. И когда мы ей дали на самом деле тофоцетиниб, для меня было это открытие, что больная отреагировала очень хорошо. И, по сути дела, это единственный препарат, который ей помог. А всё-таки, на ваш взгляд, существуют ли предикторы хорошего ответа для тофоцетиниба? Если да, то какие? Ну вот, я бы три предиктора. Самое интересное, что ревматоидные узелки получаются и предиктором ответа. То есть те, кто имеет ревматоидные узелки, лучше на него отвечают. Это один момент. Второй момент, вот то, что сейчас по этому анализу у нас получилось, это сопутствующие глюкокортикоиды. Вот мы с вами как-то обсуждали, что, может быть, даже стоит на старте специально дать, на старте к тофоцетинибу, может быть... Но можно я открою тогда тайну, которая хранила всё это время? На самом деле, вы прекрасно знаете, что мы все работаем по МЭСам. И когда пришёл препарат тофоцетиниб, его надо было как-то легализовывать, потому что он в биологической группе не имеет никакого отношения. Это малые молекулы и синтетический препарат. Поэтому что мы делали? Мы сначала проводили пульс-терапию, чтобы закрыть МЭС, да, по ВМП, а потом больные начинали получать уже тофоцетиниб. Из всех 10 пациентов, которые были у нас, у меня не ответчиков всего 2. А все остальные ответили практически с очень хорошим эффектом. Что необычно хорошо, в принципе, даже для тофоцетиниба. Вот могу поделиться опытом, когда забольной приходит к тебе каждый месяц, ты видишь его каждый месяц, потому что выдаёшь препарат, да, клиническое исследование и так далее. И ты корригируешь дозы лекарств, не даёшь ему играть препаратами, то я думаю, что залог успеха, видимо, только вот в контроле за пациентом. Но, к сожалению, их было 10, и такое можно было провести, а когда у тебя тысячи, то, наверное, несколько сложнее. Ну, может быть, короткий курс. Честно говоря, после наших рассуждений у меня в голове мысль, что, может быть, там, так сказать, очень даже короткий курс, может быть, там в течение 10-14 дней весь курс, так сказать, на старте лечения тофоцетинибом. Вот это надо подумать. Вы имеете в виду стероиды? Да, да. Да просто сделайте 250 мг метилпреднизолона 3 раза, и всё станет очень хорошо. Может быть и так, может и так, да. А если таблетированный, Евгений Иванович, какая доза глюкортикоидов в комбинации с тофоцетинибом? Я бы, так сказать, там, скажем, дней 5-15 и к 14-м дням ухода в 0-14. Как мы, скажем, там, допустим, на бронхиальной астме можем давать, на хоблоках, то, что пробовали для лечения остеоартроза, между прочим, что-то похожее пробовали с успехом. Вот хорошо, в зале нет Натальи Владимировны Чичасовой, сейчас произошел фронтал. Зато и корейзиновый. Я уже вижу, да, вот сейчас точно нас побьют. Так, мой выстрел. Ничего что-то не сказали про трансаминазу, а тем более, что мы, скорее всего, с метатриксатом будем его использовать. А трансаминазы не сильно-то и повышались. И если они повышались, то вы отменяете метатриксат, и у вас всё восстанавливается. Там не так сильно много было повышения трансаминаз. В основном были проблемы с липидным профилем, а не более того. И то, как коррегировалось всё статинами. Поэтому здесь как раз-таки не страшно. Более того, посмотрите, используются ведь разные дозы. И когда ты используешь, допустим, дозу 10 мг, там минимальное количество нежелательных. Тогда, когда повышается доза, да, действительно, частота нежелательных явлений может увеличиваться. Ваш выстрел? Я два раза уже стреляла, а вы не заметили. Хорошо, тогда я второй раз стрельну. У нас там вот красивая картинка показывает, что на тофо-сетинами сердечно-сосудистых осложнений меньше, чем на других генн-инженерах. Не то, что не столько же, а даже меньше. Нет, ну вы знаете, меньше. Но всё равно, когда мы сравниваем с плацебо, нельзя говорить, что на тофо-сетинибе меньше, чем с плацебо. Так получилось. То есть они сопоставимы с их плацебо. Я бы ответила на этот вопрос вот так. То есть пока лечить профилактику инфаркта, пока не будем проводить тофо-сетиньём? Что значит не будем? Если есть факторы плохого прогноза и больной угрожаемые по кардиоваскулярным рискам, мы то, что проводим обычному человеку, делаем пациентам, которые получают тофо-сетиниб. Ничего нового. Нет, я просто, так сказать, если у нас такой низкий риск сердечно-сосудистых осложнений у получавших тофо-сетиниб, то значит пора ставить вопрос, чтобы им лечить сердечно-сосудистые заболевания. Давайте подождём. Накопим опыт и ответим на этот вопрос. Хорошо. Так. А теперь может кто-то ещё? А может быть у зала есть вопрос? Кто-нибудь хочет стрелить из зала? Давайте. Это не мои данные, это данные литературы, поэтому я думаю, что тофо-сетиниб отменялся. Да, да, отменялся. И второй вопрос. А были ли у лепитного профиля не снижающиеся на проведении терапии статины? Нет, такого не было. Это то же самое, что мы видим тогда, когда назначаем Актемру. Там точно такой же класс специфический нежелательный эффект. То есть это всё совершенно чётко контролируется статинами. То есть неконтролировано чего-то там не происходит. У меня следующий вопрос. А вот, я спросил, а когда к вам приходят? А сколько к вам приходят пациентов резистентных методов Триксата? Какой процент? Ну, поскольку, скажем так, среди ранних резистентных методов Триксата, думаю, что в пределах там 15-20% резистентных методов Триксата. Ну, резистентно-гвазистной терапии, скажем так, потому что я, так сказать, не дожидаясь там трёх месяцев метод Триксата, обычно блог-винил, по крайней мере, набрасываю. Ещё вопросы? Пациент с метаболическим синдромом и статкотипатитом. С чего вы начнёте? С чего вы начнёте? Это я начну? Нет, так хорошо. Вы начнёте. Вы начнёте. Метаболический синдром и статкотипатитом. Если честно, я обычно такие мелочи игнорирую. Потому что, так сказать, сначала всё-таки задача справиться с артритом, а потом уже будем считать потери. Но, Галя Викторовна, может быть, совсем другая. А последний вопрос у вас был. Я хотела сказать, помимо ревматоидов, ваш опыт использования при ревматоиде, при псориатическом, как опыте? Пока у нас нет опыта. Только при ревматоиде, но я думаю, что скоро он, во-первых, регистрируется при язвенном колете скоро и при анкилозирусе, при псориатическом. Я думаю, что это скоро и будущее. По своей сути, он очень сильно, препарат похож с блокаторами фактора некроза опухоли. Что по эффективности, что по безопасности. Еще вопросы? А вам? Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, как вам блестяще доказали наши блистательные лекторы, мы имеем дело с новым трендом в ревматологии, с замечательным профилем безопасности и, что еще немаловажно, с очень хорошим местом применения до, вместо и после любой терапии при ревматоидном артрите. И главное, перорально. И главное. Никаких инъекций. Спасибо.